Конструкторские решения немецких инженеров зачастую удивляли своей причудливостью. И одним из таких примеров можно считать самолет Blom & Foss BV-141, форма которого была весьма необычна. В 1937 году командование Люфтваффе опубликовало техническое задание к одномоторному трехместному самолету ближней разведки и наблюдения. Одним из требований было обеспечение хорошего кругового обзора и возможность использования самолета в качестве разведчика, штурмовика, бомбардировщика и постановщика дымовых завес. В конкурсе по созданию нового самолета приняло участие несколько компаний, но самым необычным проектом оказался проект компании Blom & Foss. Внешний вид их самолета вызывал у многих недоумение, ведь панорамную кабину вынесли на крыло, таким образом, чтобы винты не перекрывали летчику обзор. В 1937 году был построен деревянный макет самолета, а 25 февраля 1938 года он совершил свой первый полет. Изначально на самолет устанавливался двигатель BMW 132N мощностью 865 лошадиных сил и BMW 323A мощностью 1000 лошадиных сил, но они оказались слабыми для такой махины и было принято решение установить двигатель BMW 801 мощностью 1560 лошадиных сил. Огромные усилия были приложены инженерами для того, чтобы достичь идеальной балансировки самолета, обеспечить стабильность полета и четкость маневра. Начиная со второго прототипа, на самолет установили два неподвижных пулемета MG17 калибра 7,92 мм для стрельбы по направлению полета и два пулемета MG15 калибра 7,92 мм на подвижных установках для стрельбы в задней полусфере. Кроме того, на самолет могла устанавливаться фотокамера и бомбодержатели с четырьмя бомбами по 50 килограмм. Заводские испытания самолета были завершены в апреле 1939 года. Новый самолет показали высшему руководству Германии, включая Гитлера, после чего был подготовлен заказ на 500 единиц. Однако, после армейских испытаний были выявлены отказы в гидравлике системы выпуска шасси и один самолет даже пришлось посадить на брюхо. В то же время компания Focke-Wulf предложила свой разведывательный самолет FV-189 по прозвищу «Летающий глаз». Большая площадь остекления кабины и отличный обзор могли легко конкурировать с BV-141, а дефицит двигателей BMW 801, необходимых для производства истребителей Focke-Wulf FV-190, окончательно уничтожил Blom & Foss 141. И в серию в итоге был пущен двухмоторный разведывательный самолет FV-189, который до 1944 года успели выпустить в количестве 845 единиц.